Добро пожаловать, мальчишки и девчонки! С вами ваш Невермур по особым заказам, да? И мы возвращаемся к нашей девочке Ката и её механоидам. Механоидов переименовали. Было много хороших имён, друзья мои, очень много хороших имён, поэтому пришлось, чтобы никому не было обидно... О боже, у нас убило дерево души. Что случилось? К нам прибежали бобры, да. Чтобы никому не было обидно, мы сделали это рандомчиком. Итого, наш агроном, он же колхозник, теперь стал Копатычем. Наш строитель стал Равшаном, но ему нужен ещё в пару ещё один, как вы понимаете. И нашими мехами-защитниками стали Азазель, Люцифер и Самаэль. Потому что наша девочка-волшебница настолько... О, пардоните, девочка-кошечка настолько мощна, что повелевает самыми мощными демонами ада. Ну и в качестве подъёмника у нас теперь гордый дедал. Но он немножко сам неподъёмный. Нужно его для начала отнести на перезарядочку, а потом уже думать о всяком хорошем. А, например, о застройке всё-таки более капитальной нашей мастерской. Как мне неоднократно посоветовали в комментариях, нужно всё-таки сделать нормально сперва здание, а потом уже... Потом уже встать там производственное оборудование. И этим прекрасным делом вполне может заняться наша Портер. Как только встанет из своего состояния ступора и сразу же приступит к изготовлению любых каменных блоков из любого материала. Ну а пока она не встала, мы традиционно имеем некоторое время, чтобы сказать огромное спасибо Чокопай за финансовую поддержку отдельно взятого Невермора в это холодное, голодное и безэлектрическое время в городе Сумы. Кроме того, в этот же день под самое утречко нам приходит новое задание, задание которого наша девочка Ката ждала давно, задание на знатное восхождение. И с этой миссией нам даётся прекрасная возможность внедриться в сам Синий Империум и добраться до вершин графской власти, хотя путь для этого придётся пройти довольно долгий, учитывая, что Ката ещё не стала даже обычным фрикольдером. Кроме того, пока на базе всё спокойно, мы последуем ещё одному совету данному в комментариях и отделим наших боевых механоидов Азазели, Люцифера и Замаэля в отдельную вторую группу, а заодно и отправим их на спящий режим, чтобы они не тратили зря свой заряд и всегда были готовы к бою в нужное нам время. Тем более, что боевая ситуация происходит гораздо раньше, чем нам хотелось бы. Мясной и вкусный страус ходит с ума и впадает в состояние агрессии. Впрочем, вся ситуация ограничивается всего лишь простыми ушибами. Ну а уже к вечеру и слуга Портер поднимается с кровати, чтобы приступить к своим ремесленным обязанностям. К большому счастью для нас, основные залежи на карте составляют обломки гранита, да и сами горы во многом сложены из этого же материала, так что стены нашей мастерской будут довольно-таки прочными. А значит и защищенными от возможных нападений. Да и кстати о нападениях. Они тоже не заставляют себя долго ждать. И в этот раз к нам вырываются дикари, но уже из новой фракции под названием Комиса Гакатан. К большому счастью их всего четверо, а вооружение оставляет желать гораздо лучшего. Но нападают они немедленно, поэтому и мы становимся сразу же в боевые позиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из-за внезапности нападений и отсутствующей системы защиты, сама Элия Сазель пошатывали своими жизнями ради нашей победы. Но для таких демонов механического ада, как они, смерти-то не конец, а всего лишь мелкое путешествие мехосборщик. Ну а что же касается раненых врагов, то эта фракция не совсем потеряна для нас. Воинственное племя Гакатран, пускай и сильно враждебно, но тем не менее с ней можно примириться. Так что для разнообразия мы попытаемся их стабилизировать и спасти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем более, что с нашими мехотехнологиями использовать их можно будет не только в качестве обменного фонда, но и как будущих доноров для создания тех же субличностей для наших механоидов. Само собой, для такой задачи нам потребуется уже новый инструмент, а именно мозгосканер мехоядра. И внимательный зритель уже может задаться вопросом, а когда это полностью перевели дополнение Биотек? Таких большому несчастью для нас, друзья, его еще не перевели, но уже есть готовые фанатские переводы, и как раз таки на один из них вы можете найти ссылочку под видео в описании. Тем более, что этот модоперевод практически полный и не затрагивает пока что только описание технологии. Возвращаясь же к нашим героическим механоидам, то процесс воскрешения хотя и простой, но все-таки не очень быстрый. Цикл восстановления для не сильно поврежденного робота занимает около двух с половиной дней, но в любом случае и сама Эль, и его павший собрат Азазель обязательно будут воскрешены и вернутся к защите поселения. Ну а пока что в нашу местность забредает дикий человек по имени Ирго. Он привык жить среди животных, и мы могли бы попробовать его приручить, если бы он обладал хотя бы какими-то необходимыми нам качествами. К несчастью для самого Ирго, интеллект у него настолько слабенький, что он даже не понимает, что не стоит заходить в нашу пещеру, где мы сбрасываем токсичные отходы. А значит, это явно не наш клиент, и заботиться мы о нем, конечно же, не будем. С другой стороны, что касается пещеры с отходами, то я почитал, друзья, ваши комментарии. И, конечно же, друзья, я знаю, что их можно хранить в холодильнике, чтобы они не разлагались и не отравляли почву. Вот только в этом и заключается проблема. В холодильнике они не разлагаются, и с каждым разом их будет накапливаться все больше, больше и больше, а значит, для хранения нам нужно будет расширять и расширять наше холодильное помещение. В данной ситуации свалка находится очень и очень далеко от нашей базы, так что заражение до туда не дойдет, ну а в будущем мы всегда сможем установить насос для очистки и с его помощью полностью избавиться от загрязнения. Ну а пока что ближе к концу дня к нам прибывает новый шаман-торговец из клана Цервеско. У него нет практически ничего из того, что нужно нам, за исключением некоторого количества пластали. Зато мы вполне можем избавиться от непонятно как появившегося порошка психина и подраспродать некоторое количество нашего лечебного подорожника, таким образом выходя на бодрый ноль по общей стоимости закупки. Возвращаясь же к нашим заключенным, то, к несчастью, один из них по имени Пурпурный умирает, но не от потери крови, а всего лишь от смертельного заражения в правой ноге. Жертва его не будет напрасна и не будет забыта, тем более что в последнее время разделочный столбанск никогда не простаивает. И, собственно, как мы того и ожидали ранее, неограниченное складирование токсичных отходов всё же вызывает происшествие насекомых. Группа этих жуков, находясь в подземных стадистных коконах, почувствовала запах недавно растворённого пакета с токсичными отходами. Они копают себе путь наверх, чтобы подобраться к химическим веществам. Первое время коконы будут в состоянии покоя, но как только кто-то их потревожит, они откроются и выпустят разъявленных насекомых. Понятное дело, что мы достигли своей цели в этом участке карты, а значит здесь мы зону свалки удаляем и переносим её на восточный фронт, где тоже очень любят появляться враги. Ну а чтобы наш переносчик Дедал не совершал глупости и не начал таскать пакеты с мусором с одной зоны на другую, соответственно пробуждая коконы мега-пауков и коконы мега-скоробеев, работу с этими пакетами мы просто запретим, равно как и работу с другими остатками, находящимися здесь же. И буквально в тот же день происходит ещё одно событие, которое не может не радовать нашу Ката. В космической капсуле практически по двери нашей базы падает девочка из племени по имени Брэдфорд. Она не принадлежит никакой фракции, и что очень важно ей всего 14 лет, как и самой Ката. Так что мы окажем всю помощь, на которую способны, и по возможности постараемся уговорить её остаться на нашей базе. Тем более, что Брэдфорд довольно неплохо в дальнем бою и имеет некоторые хорошие задатки в кулинарии. В свою очередь, наш бодрый строитель Равшан довольно быстро заканчивает постройку необходимого нам мозга сканера. Так что теперь мы можем загрузить его необходимым количеством стали и компонентов и начать сканирование одного из наших пленников. Благо, что необходимую сталь мы вполне успешно добываем в северной части нашей закрытой базы. К сожалению, бедняга Брэдфорд не совсем оценила все прелести пребывания у нас и решила, что у неё и свобода воли покинуть нас по своему усмотрению. Понятное дело, что это очень и очень глупое решение. И остаток её лечения теперь будет проходить в нашей закрытой тюрьме, где она, возможно, подумает о неправильности своего выбора. Понятное дело, что в отличие от пленников по имени Бобёр и Банза, Брэдфорд имеет явное возрастное и половое преимущество, так что её мы сперва попытаемся обратить в архилаляшную веру, а потом по возможности и завербовать. И в этом нам не помешает даже внезапно набежавшее затмение, которое опять же просаживает нашу генерацию энергии. Впрочем, вместе с затмением к нам приходит очередное задание. Некий торговец пытается защититься от безумных феников и просит нас приманить их к своему приюту Лоли. Ясное дело, что за продвинутые компоненты 155 серебра отбиться от четырёх особей не составит для нас никаких проблем. Пускай Азазель пока что и находится в цикле регенерации и не успеет из него выйти до прибытия животных. Ну а чтобы битва оказалась ещё проще, в это же время к нам на карту приходят и гости из всё того же нейтрального клана ЦРВЕКСа. А значит нашим девочкам совершенно ничего не угрожает. Субтитры делал DimaTorzok Как видим, повреждения оказались минимальными. Ну а с последним животным, как мы и предполагали, нам помогли наши гости. Впрочем, для завершения задания лисичек всё же придётся добить, чтобы получить заслуженную свою награду. Теперь в общем зачёте у нас есть уже два продвинутых компонента. А значит при достижении необходимой технологии мы сразу же сможем построить высокотехнологичный станочек и разнообразить производимые ресурсы. Опять же не будем забывать, что в версии 1.4 группы теперь не просто разлагаются, а ещё и приносят негативные эффекты по крушающей площади. Так что наш дедал по свободе перенесёт их куда подальше от нашей базы. Пока что же занимаясь делами физическими, мы немного забыли и о делах духовных. А ведь уже 10-е сентяноября и лалешисты вполне могут провести свой праздник. Для этого нам необходимо пугало, погребальный костёр или же жертвенный флаг. И как раз таки последним мы и озаботимся, как наименее требовательным по ресурсам. Удивительным образом уходящий кланцер Векса, даже несмотря на то, что на нашей базе на них напали, преподносит нам небольшой подарок в виде длинного лука. Ну а в отсутствии хорошего огнестрельного оружия, это будет на ближайшее время оружием нашей Портер, как только она оправится от очередного болезненного пищевого отравления. Стоит ли удивляться, что к празднику даже солнышко выглянуло из-за луны этого мира? И пускай у нас нет пока подходящего помещения, праздник всё равно получился довольно-таки зажигательным. Ну а по настроению он вышел даже на удивление весёлым. Тем более за всем, знаете, мы не заметили, как наш носильщик Дедал уже принёс необходимое компонентное мехасканер, а значит нам нужно выбрать жертву или скорее добровольца, который отправится на мозговое сканирование. Дело это для нас новое и неизведанное, и мы не знаем, выживет ли доброволец бобёр. Но даже если всё и закончится летально, мы навсегда запомним его как нашего первопроходца. В результате процесса у нас получилось довольно средненькое мехоядро, да и чего стоило ожидать от простого племенного создания. Впрочем, своим участием в эксперименте бобёр вполне заслужил себе свободу, и мы с чистой совестью отпускаем её домой. Заодно получая прибавочку репутации от невредимого пленника, Впрочем, хорошее обращение с пленниками всё равно привлекает нам новых нападающих. И в этот раз на нас налетает отряд оборотней из довольно созвучной называющейся фракции Хауу. Все они хвостаты, волосаты и вооружены ножами, ну а кроме того ещё имеют способность животного клича, позволяющая им пользоваться помощью диких животных. И значит в этот раз отбиваться нам придётся всё же всей толпой. В этот раз с тобой пожертвовали Дедала Равшан, зато мы для эксперимента получаем девочку-оборотня 37 лет, а в качестве награды ещё и 7 хороших медикаментов, так что размин в целом можно считать довольно успешным. В любом случае, участив хотя количество налётов, заставляет нас задуматься о том, что неплохо было бы уже озаботиться какой-никакой обороной. Так что при наличии материала вход на базу мы несколько сузим, чтобы можно было создавать скопление врагов и отбивать их по одному. Кстати говоря, раз уж мы начали активно застравать нашу мастерскую, то неплохо было бы озаботиться и несколькими аккумуляторами. Тем более, что генерация в дневное время идёт с перехлёстом, и неплохо было бы сохранять это количество энергии и на ночное время тоже. А буквально через пару дней, несмотря даже на грязь, блевотину и постоянное избиение в тюрьме, девочка Брэдфордс уже принимает нашу архиалляшную идеологию и становится на праведный путь присоединения к нашему поселению. Ну а как бы знаменуя это благостное событие, всю карту озаривает яркие сполохи полярного сияния, и сами небеса подтверждают её правильный выбор. Одновременно с этим мы получаем ещё одно задание от синего империума. Некая дама Ариадна нуждается в помощи по сбору урожая, и для этой цели просит одного из наших поселенцев на целых 12 дней. Награда, впрочем, тоже довольно неплохая, прибавка 14 репутации. Ну а Портер как раз-таки вернулся из очередного нервного срыва, и вполне готова отправиться к дальним звёздам. На благо родной колонии, конечно же. Тем временем сама Ката уже упирается в некоторый лимит, а именно лимит своего контроля над механоидами. Как видите, шестеро это уже далеко не достаточно для содержания даже такой маленькой базы. Ну а если мы хотим когда-нибудь построить мехлинк-антенну и вызвать механоидную королеву, для решения этой проблемы мы можем построить несколько узлов мехсвязи, и каждый из них позволит увеличить лимит контроля на целого одного механоида. К сожалению, есть маленький нюанс, и заключается он в том, что никто из наших поселенцев не может построить эту антенну. Ката пока что не имеет нужного навыка строительства. Ну а наш механоид Равшан, хотя и умеет вешать батареи на улице, с антеннами особо дела не имел, а значит тоже не сможет к этому пока что подступиться. С другой стороны, даже несмотря на генетическую непредрасположенность к строительству, Ката уверенно достигла от нулевого до второго уровня, так что за временем с помощью упорного труда это дело тоже решится. Пока что же наш переносчик Дедал завершил своё восстановление, а значит мы можем его извлечь и перестроить наш мехасборщик уже в более подходящем для него помещении. Равно как и первый зарядник тоже переедет в новое помещение. Тем более, что работа с такими сложными механизмами очень даже сильно повышает строительный навык и Ката, пускай и оставляет за собой некоторое количество токсичных отходов. Опять же, немного поразмыслив, мы вполне можем отказаться от сборки простого мехасборщика и построить сразу же его большой улучшенный вариант. Два раза дороже по ресурсам и при условии, что наши механоиды смогут пережить взрыв аккумулятора в соседнем помещении. Как видим, к счастью, гранитные стены выдержали и преподали нам небольшой урок закрытых помещений. Ведь, как все мы должны помнить, аккумуляторы очень и очень не любят дождливой погоды. В то же время мы не будем лишний раз задерживать на своей базе ненужных пленников, рискуя ненужной попыткой побега. А проведем еще две процедуры по извлечению нейроданных. Для начала на девочке-оборотне, как наиболее перспективной, а потом уже и на банзо. Как видим, мозгоклюйная процедура от оборотня приносит нам все такое же среднее мехоядро. Ну а самого члена фракции Хауу мы просто отпускаем, поскольку на данном этапе ничего полезного мы от него все равно не получим. Ну и опять же, не давая расслабиться, нам посылает очередное задание все от того же синего империума. В этот раз запрос идет напрямую от Стелларха, и проблема заключается в том, что у них тоже накопилось некоторое количество токсичных отходов, которые им негде хранить. Как мы понимаем, задание довольно щекотливое, и по официальным бумагам проходить не может, а значит получить расположение империума в качестве фракции мы тоже не можем. Зато вполне можем получить переносной барьерный проект в захоронении несчастных 90 токсичных отходов. Ну а учитывая, что они падают на карте далеко от нас, мы даже не будем их никуда переносить, а просто оставим под открытым дождем. Что касается барьерного проектора, то его Ката само собой возьмет с собой, опять же на случай внезапного нападения на базу. Впрочем, пускай и без лишних сложностей, но расслабляться нам опять не дает очередная осылочная вспышка, накрывающая базу. Зато с другой стороны мы наконец-то можем перенести часть наших складов в более соответствующую зону мастерской. Тем более, что здесь мы заодно сможем складировать трупы механоидов, которых победили в бою. Отдельно не может не радовать, что даже в ночное время, когда Ката спит, наш любимый конструктор Равшан работает не погладая своих маленьких механических лапок, так что мастерская потихоньку не обретает свою будущую законную форму. И даже тот факт, что на карте внезапно сходит с ума злобная альфа-бобриха, никак не повлияет на наш рабочий процесс. Удивительным образом след за альфа-бобрихой на карту приходит еще и сборщик подати от фракции Империума. И это более чем удачно, поскольку у нас как раз таки есть ненужный пленник Банза, и пускай мы не успели отсканировать ее в мозгоклюйном устройстве, она все же принесет нам небольшую пользу, сделав небольшую добавочку репутации. Более того, отдав этого ненужного раба, Ката принимает титул фрикульдера Синего Империума, а это уже первая ступенечка на ее пути к возвышению. Конечно же, мы могли бы схитрить и воспользоваться помощью имперцев в деле победы над королевами Ханоидов, но проблема заключается в том, что мы не знаем, когда она прибудет. И если она прилетит со своим отрядом после того, как имперцы уйдут, у нас просто не будет шанса на выживание. Так что на данном этапе Ката лучше займется более насущными делами, а именно обменом товаром с приближающимся торговцем. Благо, что это не просто торговец, а даже целый оптовичок. И возможно, ему мы сможем продать некоторые наши запасы ткани. Как видите, ее у нас скопилось довольно много. Пускай отпускная цена у нас и будет довольно маленькой. С другой стороны, у нас есть неплохие запасы кожи человека. И вот тут-то цена довольно-таки радует. К несчастью, в обмен мы взять практически ничего не можем. Так что мы ограничимся одним мрачным барельефом из мрамора, одним спальным мешочком на случай внезапных походов и остальную разницу покроем обычными компонентами. Тем более, что нам по факту сейчас особо ничего и не нужно. С другой стороны, опять же, срабатывает наша очередная ловушка на насекомых. Так что эту зону мы перекрываем и отменяем здесь свалку. Ну а новое хранилище токсичных отходов будет уже на юге. Как раз в том месте, откуда к нам пришел последний налет от оборотней. Ну а через пару-тройку денечков, пока все занимались своими делами, на удивление Портеру удается уговорить Бреттворд присоединиться к нашему поселению в качестве полноправной слуги нашей лаляшки Ката. Для нашей Ката это будет еще одна верная слуга. Ну а для нас с вами, друзья Пажел, это будет финал сегодняшнего эпизода. Так что мы делаем маленькую паузу. И как обычно, я напоминаю про наши телеграм, дискорды, вконтакт, ссылочки на которые вы можете найти под видео в описании. Пока что же, всем удачи, до встречи и увидимся немножко позже.